Итак, ребята, всем привет! С вами снова Настя! Я очень рада вас видеть на самом деле. Сегодня будет очень классное видео на эту тему, которую вы долго ждали. И, в общем, это видео про ипотерапию. Здесь будет много всего интересного. Во-первых, я расскажу вообще немного теории, потому что я прошерстила весь просто, ну, как мне кажется, интернет, YouTube, посмотрела даже много семинаров про ипотерапию. То есть какая-то вот будет фактология сегодня. Потом я вам расскажу мою практику. Да, у меня уже есть практика в этой сфере и историю невероятную, как я вернулась к мысли о ипотерапии спустя несколько лет. В общем, сегодня будет очень интересный разговор с вами. Да, мне кажется, он будет очень познавательным. Тем более я еще в конце покажу клип, который я сняла специально для одной ипотерапевтической, ну, можно сказать, организации, центра. Вот, он очень классный получился, мотивационный. Еще я составляю кусочки из видео, которые я поснимала в самом этом ипотерапевтическом центре. То есть я вам немножечко покажу вот эту жизнь изнутри. То есть вы посмотрите, как это бывает и вообще что такое. Ипотерапия. То, что изменило мою жизнь и дало мне невероятное такое вдохновение. Вы думаете, я так сильно бжу-бжу? Просто я с конюшней приехала. Короче, это попозже. Ну, это такая интрижка, но вы понимаете, да? Для всего, все по порядку. Так что сегодня будет очень интересно. Знаете, что у меня есть? Я боюсь, я вас сейчас верну в шок. У меня есть прекрасная кружка, которая меняет цвет. И тут написано, believe in magic. А еще, знаете, еще что очень круто? В этой чашке единорожный чай. Мне подруга подарила на день рождения замечательный чай. Он так и называется. Она нашла мне чай единорожистый. Это зеленый чай с лепестками роз, там еще ваниль и сахарные фигурки единорогов. Там действительно в чай такие малюсенькие единороженки. Просто, что? Малюсенькие единороги. Это преступление как бы не сахарных единорогов. Убийца единорогов просто. Я себя сейчас так странно чувствую, потому что тут как бы Сережа, и он такой... Ты что ешь, моих друзей? Да, и еще у меня тут вот единорожистый рай. Вы думаете, что я так резко тему перевожу? Нет, сейчас я вам расскажу все, что вы хотите услышать. Просто я хотела вас морально подготовить к тому, какая у меня тетрадочка, в которой записаны все вот эти вот мои ипотерапевтические мысли, заметочки. Просто... Это единорог в пончике! В общем, про ипотерапию я на самом деле знала довольно-таки давно. То есть я, наверное, где-то в средней школе я уже знала, что есть такая штука, вроде бы, но я не углублялась. То есть я знала только то, что это лечение с помощью лошадей. То есть из названия ипотерапия понятно, что ипо это лошадь, терапия, ну терапия, то бишь лечение. Я как-то вообще этим не интересовалась, потому что в то время я ходила в конную школу, и мне как бы этого было достаточно, и я даже вообще не вникала в эту тему, не интересовалась, и мне было все равно. То есть эта тема забылась как бы. Ну, вы, насколько знаете, я бросила конный спорт, потому что были такие причины важные, типа школа более началась такая сложная, и у меня у мамы уже не было времени меня возить. Поэтому как-то так получилось, что я перестала заниматься конным спортом, и очень по этому поводу грустила. Мне недостаточно было раз в полгода поехать, не знаю, в серую лошадь, если вы знаете, это конный клуб в Нижнем Новгороде, куда мы два раза ездили с друзьями. Вот, и там было активное общение с лошадьми, но мне этого было мало. То есть раз в полгода посмотреть, покататься на лошадках, и потом еще раз на полгода, это грустно. Это грустно очень, поэтому, да, не было у меня общения с лошадьми, я поэтому очень сильно тосковала. Вот, то есть, чтобы вы понимали, ты идешь как бы вот, например, в парке, где ты гуляешь, ты видишь этих прокатных бедных лошадей, и у тебя просто сердце так дыдышь, 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 потому что ты так скучаешь по этим животным. Потом, насколько вы знаете, я поступила в институт, но мне все так же не хватало лошадей, при том, что очень была, есть, очень активная студенческая жизнь, мы везде где-то ходим, мне очень нравится пара, я прямо живу нашим университетом, нашими занятиями, вот. Но все равно мне не хватало вот лошадей, реально, ну, то есть, если ты конник, то это как бы навсегда. В какой-то момент у меня, знаете, моя вот эта психологическая история, потому что я на психолога учусь, в голове моем шла одним путем, а вот шло параллельно мое увлечение лошадьми, и в моей голове эти два вот направления, они не пересекались, то есть, была учеба, психология, все, что связано с этим, душой человека, мне это очень интересно. И лошади, как бы их я тоже очень сильно люблю, вот, но они шли как бы, не соприкасались никак, и тут внезапно, я не знаю, у меня инсайд какой-то произошел, эти две дорожки скрестились, и я узнала заново, что такое ипотерапия. Сейчас я вам расскажу такую, наверное, историю, как именно, она реально волшебна на самом деле, как я вот попала в это замечательное место, откуда-то сегодня будут кусочки видеорепортажа моего, так сказать. В общем, у нас рядом с институтом, буквально 10 минут, есть центр для занятий, для терапии и реабилитации детей, ну, с солнечными детьми, то есть, Тинрома Дауна. Вот, этот центр называется «Наш солнечный мир». Мы там были один раз с подругой, потому что нужно было там зайти и листовки разнести, ну, то есть, как бы, я просто видела, что есть там такой центр, и все. Вот, потом, когда мне вшибло в голову, что «Вау, ипотерапия, офигеть!» Во-первых, да, почему мне нравится ипотерапия? Там есть психология однозначно, там есть лошади, там есть волонтерство, именно как добровольчество, то есть, реально, не просто покатушки на лошадях, это помощь детям, которым становится реально лучше после занятий на лошадях. Я как раз, да, когда мне ударило в голову, что ипотерапия – это круто, я стала рыться на разных группах, точнее, просто в интернете, и потом я подумала, ну, наверняка ВКонтакте есть какие-нибудь группы про ипотерапию. Я просто захожу, набираю в поиск, набиваю, точнее, ипотерапия, первую попавшуюся группу нажимаю, и захожу там в первую попавшуюся абсолютно, то есть, рандомно, тыки просто были вот такие, чтобы вы понимали. Захожу в обсуждение, и там самое первое сообщение, я даже не смотрела дату, когда оно было написано, от женщины, которая, в общем, там был какой-то такой, ищем волонтеров, ипотерапия – наш солнечный мир. Я такая, это 10 минут от моего университета, у них там что-то есть, ипотерапия, и я просто так, бшшш, я сразу написала этой женщине, типа, здравствуйте, тут вот такое дело, я там прямо досье такое на себя, я там такая-то, такая-то учусь, там-то, там-то, очень хочу то-то, то-то, мне очень интересно, пожалуйста, и как бы, ну, можно к вам присоединиться, потому что вы писали, что вам нужны волонтеры, вот, и потом мне обратил внимание, что дата того сообщения в обсуждениях, которые эта женщина писала, как бы 8 лет, и я такая, эээ, че-то как-то странно, при том, эта женщина, она онлайн была часто, то есть она заходила, вот, но мое сообщение, она все не читала, точнее, как, она прочитала, но не отвечала, и я такая, блин, ну что, кажется, все плохо, кажется, что ничего не получается, все, катиться в тартарары не будет, никакой вот этого ипотерапии, ну, я очень переживала, вот, а потом я отпустила, как бы, и подумала, ну, не надо, не надо, не надо, не надо, вот, потом вечером еду я из универа, и это, открываю ВКонтакте, и мне там ответ, здравствуйте, да, нам очень нужны волонтеры, но, типа, приезжайте знакомиться, я просто, ооо, серьезно, у меня были такие эмоции, я просто, типа, чеоо, просто что, это, не знаю, это мне просто взорвался мозг, наверное, и потом я говорю, а куда приезжать, вот, в наш солнечный мир, который рядом с универом им находится, и она говорит, нет, мы с ними уже 8 лет не работаем, я такая, классно попала, но, она говорит, у нас есть в Биберево, это серая ветка метро, предпоследнее сверху, вот, она говорит, у нас там есть центр ипотерапии, называется Инвакон, приезжай знакомиться, стала ее, значит, искать этот Инвакон, нашла, и потом смотрю, это женщина, которая написала, это директор вообще, которая руководит полностью этой вот, этой ипотерапистическим этим центром, я такая, хорошо попала, как бы, мало того, что сообщение 8 лет назад было, и я абсолютно рандомно узнала вообще об этой всем, об этой замечательной организации, потому что, ну, блин, я даже не знала, как она называется, то есть я увидела знакомое название «Наш солнечный мир», и подумала, что да, это как бы то, «О, это круто, это надо, и вообще огонь», вот, ну, то есть это такая история просто невероятная, да, и сегодня я, получается, к ним приехала во второй раз, потому что первый раз я просто, они мне показали, что там да как, эта женщина замечательная, просто они там все такие классные, вот, и сегодня, значит, я уже побывала у них, это ластик, такой хороший ластик, такой носатый, так ему нравятся пчисушки, замечательный ластик, хороший, друзья, всем привет, вы не поверите, просто где я, но я приехала в центр ипотерапии, который называется «Инвакон», вот, здесь просто невероятно, это, знаете, такое чувство классное, когда ты вернулся, как бы, домой, в свое любимое место, где тебе нравится, где тебе нравится, не знаю, давайте на фоне твоих лошадок, это у нас малыш, правда он такой огромный, это такое классное чувство, как ты понимаешь, что есть такое место, куда ты реально можешь приходить, помогать, делать доброе дело, и общаться с лошадьми, я сегодня просто, вот с этим товарищем, это ластик, вот такой вот он замечательный, я сегодня, ой, смотри, еще какой, что, он чистый какой-то, потому что я чистую, не хочет, тут сейчас почти все лошади, герой, герой, герой тоже ест, все кушают, Лариса, где ты? вон она, Лариса, какого плана, ластику, привет, что? улыбаться он не умеет, зато очень красивый, иди сюда, хороший, ты услышал своего друга? Такой смешной, самая классная, это прическа, одуванчик, ты хотел меня укусить, с вами зубами, как тебе не стыдно, тебе не может быть стыдно, ты хороший, куша-то, говорят, пони кусаются, не знаю уж, правда это или не правда? Вообще, ипотерапия, это, знаете, такой, скорее, вспомогательное средство при нарушении у детей психоэмоционального спектра и работе опорно-двигательного аппарата, то есть, если отдельно ребенка на ипотерапию направлять, то результат будет не очень, скажем так, а если в комплексе с логопедом, с массажем, и так далее, то оно прям реально помогает. Бывали случаи, что дети свои первые слова говорили лошади, что они вот, очень много историй, когда родители замечают, что вот ребенок, например, у него ДЦП, он ходить нормально не может, вот, то есть у него ходьба, она как бы поломанная в какой-то степени, и вот, когда ребенок с лошади слезает, после занятия, он первые два шага делает, как идеально здоровый человек. Значают несколько, скажем так, видов, наверное, ну или уровней, ипотерапии, если можно так сказать, первый, это, он так и называется, просто ипотерапия, это дело в том, что именно в ипотерапии там человек не управляет, или ребенок, то есть он просто ездит и получает импульсы от движения лошади. Да, если вы не в курсе, это лошадь, это единственное, кстати, животное, которое двигается по трем векторам, это вверх-вниз, вперед-назад и вправо-влево, и за счет этого, когда ребенок на него садится, у него просто реально вырубаются все мышцы, которые у него не работают в повседневной жизни, а если у него еще есть заболевания, то это, ну, просто представьте, какая нагрузка на организм, и он сразу пытается найти равновесие, вот, и это реально очень сильно мозг, скажем так, активизирует, а если ребенок, например, не ходит, его сажают на лошадь, и он начинает идти, тело чувствует эти импульсы, потому что лошадь-то идет, а он сидит на лошади, он все это чувствует, и это реально магия, потому что, допустим, ребенок не ходячий, а импульсы в мозг идут о том, что он идет, и получается, там от обратного потом работает система, то есть ребенок, получается, позанимался на лошади, его мозг принял все эти импульсы от движений, тела лошади, которое, соответственно, передавалось телу ребенка, вот, и потом идет обратная работа, то есть мозг уже такой, так, я же как бы вроде как ходил, ноги, когда, ну, понятно, след с лошади, ноги несите меня, и ноги несут его, это, конечно, я сейчас рассказываю, наверное, наверное, редкие случаи, но реально такое бывает, то есть это не сказки, такое действительно есть, вот, еще из таких, наверное, очень важных приоритетов ипотерапии, это то, что температура лошади на полтора-два градуса больше, чем температура человека, поэтому это идет дополнительный массаж и прогревание мышц, что тоже способствует лучшему запоминанию всех движений и, скорейшему, возможно, выздоровлению, вот это получается ипотерапия, то есть, когда ребеночка кладут на лошадь, и там есть коневод, который ведет коня, инструктор, который непосредственно с ребенком упражнения разные делает на коне, и два в идеале человека, который страхует справа и слева, если ребенок, если ребенку сложно равновесие держать, вот это ипотерапия, потом еще выделяют лечебную верховую езду, ее так сокращенно называют, ЛВЕ, это когда ребенка, он уже на лошади сидит сам, его никто не передерживает, никто не помогает, и он сам управляет уже лошадью, но это такие незначительные упражнения, типа, знаете, змейка там, конусы, обойти, еще разные упражнения есть, ну, то есть, ребенок уже сам управляет конем, и третий, это адаптивный конный спорт, это уже реальное соревнование, и когда человек, именно вот, занимающийся адаптивным конным спортом, он уже входит на манеж с другими наездниками, и он, получается, должен отслеживать всю ситуацию в манеже, и не только, как бы, о себе думать, о лошади, но и о, получается, других тоже наездниках, это очень классная нагрузка, не только уже на мышцы, на вот все физиологическое, ай, на мозг, ей!